здрасте уважаемые друзья и коллеги на жирный клаб снова в эфире прежде чем мы начнем я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем кто поддерживает канал всем тем кто ставит лайки всем тем кто подписывается всем тем кто поддерживает канал материально без вашей поддержки канал не сможет развиваться благодаря вам мы продолжаем делать эти выпуски сегодня как обычно у нас три статьи из журнала veterinary anesthesia at analgesia 2 исследования посвященные лошадям перепелкам и один клинику кейс посвященный региональной анестезии у собаки должно быть интересно итак начинаем первое исследование с которого мы начнем это сравнение эффективности гидроморфона и бутерфанола при лечении боли у лошадей перенесших плановую артероскопию это рандомизированное клиническое исследование гидроморфон мы с вами помним это полный мю агонист опиодных рецепторов фармак кинетика и фармакодинамика которого описано у здоровых лошадей но не у лошадей в практике ветеринарного врача в настоящих полевых условиях описана она была в 19 и 20 годах по очным эффектом гидроморфона у лошадей можно отнести снижение температурной заданной величины в области гипоталамуса возбуждение снижение перистальтики мы знаем что это характерно для всех эпиоидов и допустим у людей это может вызвать серьезную проблему после операционной иллюз но однако у людей нет данных о том что снижение перистальтики ассоциировано с послеоперационными осложнениями такими как колики у лошадей это хорошая новость да мы можем использовать гидроморфон не опасаясь колик гидроморфон имеет быстрый клиренс перераспределение низкий период полууведения и большой объем распределения то есть его концентрация в плазме снижается очень быстро после внутривенного введения есть данные о том данные мартиноса данные рида о том что общая анестезия может оказывать влияние на клиренс однако на данный момент эти эффекты не описаны клинической практике гидроморфон лошадей по всей видимости применяется не очень распространенно поэтому необходимо дополнительные исследования такие как создали авторы данного исследования бутерфанол это тоже опиоидный анальгетик который является агонистом антагонистом опиоидных рецепторов которые используются для лечения боли у лошадей однако считается что использование бутерфанола недостаточно для проведения кастрации у этого вида животных то есть бутерфанол да это опиоидный анальгетик однако сила его недостаточно велика даже чтобы провести достаточно простую хирургическую манипуляцию бутерфанол в отличие от гидроморфона повышает за одну температурную величину в гипоталамусе бутерфанол уступает эффективности бупринорфину об этом говорят данные исследования 16 года тейлора петли ставили перед собой следующие цели во-первых сравнить бутерфанол гидроморфон по эффективности сроком и тяжести восстановления после его применять после применения этих препаратов и оценить вероятность побочных эффектов в частности иллюса у лошадей после артероскопии для того чтобы сделать это объективно использовались специальные шкалы боли разработанные именно для оценки боли у лошадей вторая задача которую ставили исследователи это описать фармакинетику гидроморфона у лошадей во время общей анестезии в первую очередь оценить как общая анестезия будет влиять на его распределение в тканях соответственно как будет изменяться тот самый объем распределения насколько высока будет оставаться плазненная концентрация и насколько длительно по времени это будет происходить первая гипотеза которую выдвигают исследователи что гидроморфон должен быть эффективнее бутерфанола по параметрам контроля боли постоперационного восстановления и влияния на желудочно-кишечный тракт вторая гипотеза концентрации гидроморфона в плазме при общей анестезии должна отражать более медленный клиренс но в целом это закономерно клиренс распределение у нас определяется во многом за счет восклюризации ткани общая анестезия мы понимаем влияет с вами на гемодинамику и влияет на перераспределение препарата которые мы будем делать соответственно гипотеза говорит нам о том что общая анестезия повлияет на объем распределения гидроморфона исследование было выполнено по рекомендациям консолида этот стандарт of reparting trials консорт 2010 это рекомендации созданные для получения максимально достоверных результатов при планировании исследований при создании их дизайна последний было включено 40 лошадей от 1 до 20 лет размер выборки был основан на предыдущих исследованиях бутерфанола и гидроморфона 2017 года доллсомана амсенда исследование рандомизировано и ослеплено две группы txh группа гидроморфона дозировка 004 миллиграмма на килограмм и группа txb бутерфанол 002 миллиграмма на килограмм опиоид вводился внутривенно за 60 секунд до первой манипуляции с логическое пособие лошадей для меня это интересно честно говоря потому что я не работал раньше слышать дней каждый раз когда я читаю подобные статьи я узнаю для себя много нового с логическое пособие заключалась в следующем во первых была проведена катеризация еремных вен с двух сторон один из катетеров использовался для введения препаратов а вот второй использовался для забора проб крови пробы крови нужны были для определения концентрации гидроморфона в плазме индукция включала в себя флуниксин 1,1 миллиграмм на килограмм внутривенно ксилозин 1,1 миллиграмм на килограмм внутривенно кетамин 2,2 миллиграмма на килограмм внутривенно и медозолам 0,05 миллиграмм на килограмм внутривенно флуниксин напомню это нпвс в дальнейшем после индукции была выполнена интубация трахеи и позиционирование лошадей в спинальном положении поддержание изофлюран при концентрации кислорода 100% фио-2 единица. Лидокаин 2 мг на килограмм болюс. Далее инфузия с постоянной скоростью 3 мг на килограмм в час. Отмена лидокаина была за 20 минут до предполагаемого времени восстановления. Мониторинг достаточно стандартный. В этом лошади не сильно отличаются от наших типичных пациентов. Это ЭКГ, частота сердечных сокращений, инвазивное артериальное давление. У лошадей достаточно просто, видимо, это делать. Конечно, экспираторная концентрация углекислого газа и концентрация изофлюрана на выдохе ФЕ-ИЗО. Механическая вентиляция легких до значения нормокапни и нормоксии. Добутамин использовался в дозировке 0,5-2 мкг на килограмм в минуту по требованию. Здесь, вероятно, мне надо привлечь в комментарии те, кто занимается лошадьми, чтобы они смогли мне ответить на вопрос, насколько рутинно у здоровых лошадей, в принципе, используется добутамин. Если среди подписчиков, если среди зрителей есть те, кто проводит анестезию лошадям, пожалуйста, напишите, насколько это рутинная практика. Реверсия в боковом положении. При возобновлении спонтанного дыхания вводился ксилозин 0,2 мг на килограмм внутривенно. Насколько я понимаю, введение ксилозина в период восстановления, в период реверсии анестезии, это достаточно рутинная практика у лошадей. И призвана она снизить возбуждение при пробуждении. Чтобы лошадь, которая еще плохо себя контролирует, которая может скачать, упасть и сломать себе ноги, этого не делала. Поэтому вводится ксилозин заранее, до момента пробуждения, чтобы реверсия была более плавной и более безопасной для лошади. Инсуфляция кислорода при пробуждении интраназально 10 литров в минуту. Оценка уровня боли производилась по двум шкалам. Первая шкала – это Composite Pain Scale, Equine Utrecht University. Описательная шкала, включающая в себя 13 переменных с общим количеством баллов 39. Вторая шкала – это Equus Fab, описательная шкала, оценивающая 9 переменных в выражении морды лошади с общим количеством баллов 18. Для собак-кошек мы привыкли самые типичные шкалы для нас. Это колорадские шкалы боли собак-кошек. Плюс шкалу кошек мы сейчас дополняем шкалу гримас. У лошадей помимо колорадской шкалы боли есть еще вот такие вот Composite Pain Scale и Equus Fab. Оценка накануне операции для того, чтобы понять базовый уровень боли, базовый уровень по этим шкалам. Не было ли у лошадей боли до причинения ее в интероперационный период. Далее, боли оценивалось через 2 часа после операции и через 4 часа после операции. Экстренная анальгезия Rescue Analgésia была запланирована, если пациент набирал более 13 из 39 баллов по CPS или более 3 из 18 баллов при Equus Fab. Планировался гидроморфон 0,0,4 мг на килограмм в случае, если это потребуется. При потребности в экстренной анальгезии лошадь исключалась из дальнейшего исследования. Для оценки активности и скорости восстановления использовался акселерометр и оценка через Recovery Scale шкалу восстановления. Здесь, честно говоря, интересен метод оценки, но мне кажется, он достаточно сложный, чтобы его пытаться воспроизводить голосом, чтобы это описать. И скорее есть смысл прочитать эту статью тем, кто интересуется, тем, кто занимается лошадьми. Как протекал послеоперационный период? За лошадьми наблюдали в течение 12 часов после процедуры. Оценивались симптомы колик, оценивалась фиксация времени первой дефекации. Мы помним, что опиоиды могут вызывать иллюз, и, соответственно, оценка первой дефекации является косвенным признаком эффективности работы желудочно-мишечного тракта, оценки перистальтики. Отбор проб крови для оценки концентрации гидроморфона проводился на 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 480, 720, и 440, 40 минуте. То есть, в течение 8 часов отбирали кровь. Отметить дизайн исследования и сделать небольшую сноску про то, что такое консорт. Обычно, если вы видите дизайн исследования, оформленный в виде таких блоков, как представлено на экране, это как раз и есть тот самый консорт, о котором мы с вами говорим. Когда в графическом виде представляется весь дизайн. Мы видим, что у нас было всего 40 лошадей, которых поделили на 2 группы. 19 группы гидроморфона, 21 группа бутерфанола. И дальше кратко описывается, что происходило с этими лошадьми. Сколько было включено в исследование, сколько было исключено из исследования, с каким количеством лошадей были прерваны исследования. Так вот, если вы видите подобный график, если вы видите подобную диаграмму, то это исследование консорт. Пока что самое актуальное это 2010 года. Но что-то мне подсказывает, возможно, консорт будет дальше работать и у нас появятся новые рекомендации по составлению дизайна исследований вот этой чудесной организации. Какие были получены результаты с этими лошадьми? Во-первых, не было выявлено статистической разницы в группах по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению и потребности в дабутамине. СПС был выше в группах TXH в группе бутерфанола при втором часе и при четвертом часе наблюдения. Разница у ЭКУСФЭП не отмечена. Если мы посмотрим на графики, если мы посмотрим на сравнение тех результатов, которые мы получили, мы увидим одну интересную вещь. Во-первых, горизонтальная линия это то, что могло потребовать той самой спасительной анальгезии, Rescue Analgage при наборе определенных баллов в СПСе и в ЭКУСФЭП. Ни в одной группе, ни в группе гидроморфона, ни в группе бутерфанола не потребовалось использование спасительной анальгезии. Это интересно. Что еще интересно? Что баллы по СПС были действительно выше в группе гидроморфона. Выводы, которые из этого можно сделать, авторы нам озвучат чуть позже. Мы к ним перейдем. Дальше. Не была отмечена статистической разницы в сроках восстановления этих лошадей. У одной лошади отмечались колики, которые лечились терапевтически. Однако колики развились уже спустя длительное время после окончания исследования. Поэтому лошади исследования исключать не стали. Колики развились спустя 12 часов. Сложно оценить, насколько это статистически значимо. Сложно оценить, насколько эти колики связаны с использованием гидроморфона. Поэтому лошади исключать исследования не стали. Среднее время первой дефекации в группах не отличалось между собой. Гидроморфон обнаруживался в измеряемых концентрациях плазмы крови до 8 часов. Итак, во-первых, что касается обсуждения. Шкалы боли, приведенные в исследованиях, ранее показали себя эффективными для оценки уровня боли ортопедической у лошадей в предыдущих исследованиях. В этом исследовании они тоже использовались. Увеличение баллов по СПС наблюдалось в обеих группах на втором часе после операции. Однако в четвертый час при использовании гидроморфона уровень СПС вернулся в норму. Возможный рост баллов в группе гидроморфона и бутерфанола связан с остаточным влиянием общей анестезии. Мы помним, что в СПС и ЭКУСФЭП используется ряд показателей, таких как активность, положение тела в пространстве и, если брать ЭКУСФЭП, еще и выражение морды. Вероятно, анестезия тоже могла бы повлиять на какие-то из этих параметров. Такой вывод делают авторы. Подобные же результаты были получены при сравнении бутерфанола и бупремонорфина Тейлором в 2016 году. Использование как бутерфанола, так и гидроморфона оказалось эффективным при ортроскопии у лошадей. И этот факт удивляет авторов исследований, потому что до этого бутерфанол показывал неэффективность, например, при кастрации. Сложно из этого сделать какие-то выводы, но по всей видимости, если мы планируем ортроскопию у лошади, мы можем использовать и бутерфанол, и гидроморфон. Данное исследование имеет несколько ограничений, таких как применение НПВС, мы помним, что в предоперационном периоде он у нас применялся, плюс для гидроморфона отмечено возбуждение у лошадей, а это тоже могло повлиять на количество баллов по СПС. И, в принципе, сложность объективной оценки уровня боли у лошадей. Несмотря на то, что есть данные о снижении перистальтики у лошадей в данном исследовании, этого отмечено не было. Все опиоиды могут вызывать перистальтик. Гидроморфон полный опиоидный анальгетик, поэтому для него такие эффекты тоже ожидаемы. Но в данном исследовании развитие колик или илюса отмечено не было. Клиренс гидроморфона у анестезированных лошадей протекает медленнее. И, вероятно, причин несколько. Одну из них мы с вами уже обсудили, что объем распределения у нас зависит от восклюризации ткани. И если восклюризация изменяется, если изменяется гемодинамика на фоне общей анестезии, то и клиренс препаратов может быть иным. Данное исследование предполагает, что анестезия общая влияет на клиренс гидроморфона и увеличивает продолжительность его действия, увеличивает его эффективность. В заключении авторы говорят следующее. И гидроморфон, и бутерфанол обеспечивают приемлемый уровень анальгезии при плановой артероскопии. Гидроморфон способствует быстрому снижению уровня боли, исходя из СПС. Анестезированные лошади имеют продленный клиренс гидроморфона относительно бодрствующих лошадей. Я с лошадьми никогда не работал, и для меня это исследование интересно. Чем больше я занимаюсь каналом, чем больше мы обозреваем статей, тем я понимаю мои знания в области анестезиологии животных увеличиваются. И это прекрасно. Не менее прекрасное второе исследование, которое тоже влияет на уровень образованности ветеринарных врачей, таких как я. Это исследование наццептивной активности и эффективности препаратов у птиц. Влияние морфина и бупрофена на наццептивное поведение, груминг и двигательную активность после провокации химической боли у японского перепела. Катурникс японика. Вот так выглядит эта птичка, такая милая курочка, на которой как раз исследователи и проводили свои эксперименты. Прежде чем прийти к саму исследованию, стоит обратить внимание на те вводные данные, которые нам исследователи дают. Во-первых, контроль боли у птиц это сложная задача, поскольку существует более 10 тысяч видов птиц и каждый из них имеет специфическое поведение. Одной из главных задач в исследовании птиц и их нацептивного поведения исследователи ставят разбор как раз домашней птицы. Та, которая встречается чаще и боль у которой может повлиять в том числе на экономические показатели хозяйств. Как это ни странно, в этом они ссылаются на исследование Мачин 2005 и 2012 года. Это куры, это утки, это перепелки и прочая домашняя птица. Огромное количество заболеваний у птиц, которые сами по себе будут сопровождаться острой и хронической болью. Но самое очевидное, что мы с вами помним, это подагра птиц, при которой воспаляются и очень сильно болят все суставы. Оценка нацептивного поведения у птиц сложнее, чем у млекопитающих и часто характеризуется поведением беги или замри. С птицами действительно, по всей видимости, все непросто. Вариабельность поведения у каждого вида различна, ответ на нацептивные стимулы различен и птица при наличии боли может как замереть и проявлять апатию, так наоборот проявлять избыточное возбуждение. Поэтому сложности авторы исследования постулируют в своих вступлений к этой статье. Для моделирования боли у птиц разработаны несколько моделей, таких как удаление перьев, вырывание выщипывания их, температурная стимуляция, поражение током и химическое повреждение. Проблема разных методов заключается в их нерепрезентативности. То есть мы можем сделать исследование с каким-то методом повреждающего фактора, с какой-то стимуляцией боли, но не факт, что мы получим те же самые результаты, которые получили в этом исследовании для другого исследования. Проблема в репрезентативности. Авторы на это ссылаются. Что еще авторы отмечают? Что эндогенная опиоидная система у птиц имеет важное значение в аутоанальгезии. Мы с вами помним, что система эндогенных опиоидов это одна из самых главных систем аутоанальгезии, которая есть не только у млекопитающих, но и у птиц в том числе. Однако данные по поводу экзогенных опиоидов у птиц противоречивы. И некоторые исследования говорят, что они просто неэффективны, а в некоторых они могут проявлять себя наоборот, как сенсибилизаторы боли, приводя к гиперальгезии. Существуют данные о большей эффективности НПВС, чем опиоидов для птиц. Исследования Мачина 5-го года и Палакса 15-го года. Гипотеза, которую удаляют авторы, следующая. Гипотеза 1, что введение подкожного формалина должно привести к формированию боли и высокой репрезентативности результатов. Гипотеза 2, введение морфина и ибупрофена должны снизить уровень боли и эффективность будет оценена по больной шкале. Цель исследования оценить эффективность нацицептивной модели с химическим повреждением и оценить эффективность морфина и ибупрофена. Это рандомизированное слепое экспериментальное исследование. У исследователей было 120 самцов японской перепелки возрастом 7 недель и массой тела 210-220 грамм. Формирование двух групп опыт и контроль и ослепление соответственно. Три этапа исследования. Первый этап это определение концентрации формалина, которая будет провоцировать нацицептивное поведение. Так, концентрация, которая будет вызвать боль. Второе это определение эффективности морфина и ибупрофена. Для этого использовались шкалы. И третье это оценка локомоторной активности и седации в тесте открытого поля. Open Field Test. Тест, в котором птица запускается в небольшое открытое пространство, в котором исследователи оценивают пройденное расстояние и активность птицы. В конце исследования все птицы выводились из эксперимента с помощью углекислой камеры. Стоит отметить, что когда мы говорим о подобных исследованиях, они могут нам показаться негуманными, однако все они одобряются этическим комитетом той страны, того университета, в котором они проводятся. Первый этап исследования. В нем приняли участие 36 птиц, и из них сформировали 4 группы с разной концентрацией раствора формальдегида. Это 0,3%, 0,6% и 0,9%. В качестве плацебо-контроля использовался 0,9% натриохлорид. Общий объем раствора на инъекцию составлял 40 микролитров. Оценка боли исходила из времени поднятия лапки и удержания ее на весу. Поскольку инъекцию делали в области цевки, одним из ответов, на который рассчитывали авторы, это был как раз подъем и удержание на весу этой самой лапы. И здесь проводилось два этапа сравнения. Первый это 5-минутный интервал после инъекции, который позволял нам оценить травматическую боль. И второй это 45-минутный интервал после инъекции. Первый этап это травматика, когда мы просто взяли и укололи лапу иглой и ввели какой-то раствор, растянув кожу и стимулировав антицепторы. Вторая фаза это уже эффект воспалительной боли, когда формалин спустя 45 минут своего действия в тканях начинает приводить к воспалению. И результаты были получены следующие, что все три концентрации формалина 0,3%, 0,6%, 0,9% приводят к тому, что у пациента формируется боль. Мы видим, что время поднятия лапки, это вертикальная шкала, у нас увеличивается. Контроль это физраствор. Голубая линия мы видим, что практически она не изменяется. Однако, все остальные концентрации, все остальные экспериментальные концентрации формалина приводят к росту самого времени поднятия и удержания лапки. И наиболее выражено это уменьшено в группе формальдегида 0,9%. Мы видим сиреневый график. Второй этап это уже сравнение ибупрофена и морфина. 42 птицы были разделены на 6 групп по 7 в каждой группе. Для провокации боли использовался 0,9% раствор формальдегида, который показал наибольшую нацептивную активность по данным первого этапа. В морфине было 3 группы. Дозировка 1,25 мг на килограмм, 2,5 мг на килограмм и 5 мг на килограмм. Общий объем 100 мкл на инъекцию в грудную мышцу. И 2 группы ибупрофена 5 мг на килограмм и 10 мг на килограмм пер-ОС. 2 контрольные группы с использованием натрия хлорида 0,9%. Еще раз след не было ослеплено, поэтому группа у нас получается плацебо-2. Результаты получились следующие. То же самое, что и с формалином, оценивалось время поднятия и удержания лапки. Мы видим, что в первую фазу принципиальной разницы между морфином и физраствором у нас не наблюдалось. Морфин почему-то не повлиял на острую травматическую боль. Однако во вторую фазу, когда у нас уже стимулируется, когда у нас уже симулируется боль воспалительная, мы видим, что морфин оказывается эффективней, чем плацебо-контроль натрия хлорид 0,9%. Ибупрофен проявляет себя примерно таким же образом. В первую фазу нацитивная активность незаметна, травматика сохраняется. Во вторую фазу ибупрофен показывает себя как анальгетик относительно плацебо-контроля, относительно физраствора. Третья фаза тест с открытым полем. В него было включено 24 птицы из группы морфина, 6 птиц на группу и 18 птиц из группы ибупрофена. Тоже 6 птиц на группу, 3 группы. Оценка активности и пройденного расстояния. Как мы видим, в группе морфина дистанция, на которую птица способна двигаться, дистанция, на которую она ходит в открытом поле, становится меньше, чем в группе с физраствором. В группе с ибупрофеном разница практически незаметна, разница статистически незначима. То есть, как птица ходит в группе плацебо-контроля, так она ходит и в экспериментальной группе. Какие были получены результаты, как их объясняют нам авторы? Во-первых, концентрация формальдегида 0,6 и 0,9% подходит для формирования химического повреждения и возникновения нацептивного ответа. Отмечается снижение частоты ухода за перьями. А мы с вами говорили, что это один из клинических признаков боли у птиц. Второе, то, что эффективны дозировки морфина 2,5 и 5 миллиграмма на килограмм, но только во вторую фазу, когда боль уже носит воспалительный характер. Дозировка 1,25 миллиграмма на килограмм неэффективна. Эффективны дозировки ибупрофена во вторую фазу 5,10 микрограмм на килограмм. Морфин 2,5 и 5 миллиграмм на килограмм снизили активность в тесте с открытым полем, ибупрофен не влиял на активность в тесте с открытым полем. Что предлагают авторы обсудить? Во-первых, формальдегид эффективен для модуляции как острой боли, это первая фаза, так и воспалительной, это вторая фаза исследования. Данные, полученные в этом исследовании, расходятся с рядом данных. Речь идет о морфине. Морфин в ряде предыдущих исследованиях показывал свою неэффективность, а в ряде случаев пронацицептивный эффект, то есть в ряде гиперальгезии у экспериментальных птиц. Возможное объяснение, что разные виды птиц имеют разную физиологию, разные дозировки препаратов и разные нацицептивные модели. Авторы еще в введении акцентируют внимание на том, что некоторые модели формирования боли не являются репрезентативными. Второй важный момент в обсуждении исследования это его ограничение. Аналитический эффект морфина может быть спутан с седативным эффектом. Это то, что отмечалось в тесте с открытым полем. По данным поднятия лапки, по времени поднятия лапки, принципиальной разницы между морфином и бупрофеном не было, однако в тесте с открытым полем дистанция, которую проходили птицы, была меньше в группе морфина. Мы помним, что опиоиды обладают седативным эффектом и возможно как раз седативный эффект и обуславливал вот это меньшее пройденное расстояние. Ибупрофен не снижал уровень груминга и активность, что косвенно подтверждает его эффективность. Мы говорили о том, что нормальный уход за перьями это нормальное птичье поведение, если этого не происходит, это может расцениваться как боль. Но в группе ибупрофена это работало только во вторую фазу, то есть в тот момент да у нас формировалась боль воспалительная. В острую боль в первые 5 минут после введения препарата. Но в первую фазу в период острой боли ни ибупрофен ни морфин были неэффективны. Причем мы продолжим. Пожалуйста нажмите на лайк. Да, давайте поможем видео распространиться и подпишитесь те, кто еще не подписан. Вам не сложно, а мне приятно. Третья публикация, о которой мы с вами сегодня поговорим это инфильтрация и узиконтролируемый блок вентральных ветвей корешков С2-С3 у собак при левосторонней латерализации черпаловидного хряща. У собаки, простите, не у собак, а у собаки. Это клиникал кейс. Мы с вами помним концепцию мультимодальности, которая предполагает, что мы используем препараты разных групп с разным механизмом действия для наиболее эффективного контроля боли в интро- и постоперационный период. И регионарная анестезия является как раз одним из ключевых моментов той самой мультимодальности. Зачем это нужно было у конкретной собаки, о которой говорят авторы публикации? Во-первых, опиоиды используются у собак как один из основных анальгетиков. Мы это знаем. Золотой стандарт анальгезии это опиоиды. Однако, стоит помнить о том, что опиоиды имеют ряд побочных эффектов, таких как рвота и регургитация, а соответственно, более высокие риски развития аспирационной пневмонии. Особенно это опасно у собак с односторонним параличом гортани, ну или в принципе с параличом гортани. Техники регионарной анестезии позволяют нам снизить потребность в эпиоидах и соответственно риски аспирационной пневмонии. Авторы сообщают об опыте использования методов регионарной анестезии при латерализации черпловидного хряща. Техника блокады, которой пользуются авторы, была описана у лошадей в 2018 году и авторы имеют опыт применения этой методики, но однако данные об этом еще опубликованы не были до нынешнего сообщения. Что было у авторов? У них был 12-летний кобель голден-ретривера массы тела 32 килограмма с диагностированным односторонним параличом гортани слева. Он был доставлен в клинику для проведения латерализации черпловидного хряща. Осмотр без особенностей. Из истории болезни известно, что у этой собаки в предыдущей госпитализации и хирургические вмешательства при использовании опиоидов развивалась тошнота и рвота. Было принято решение отказаться от опиоидов в конкретном случае. Анцелогическое пособие включало в себя метилпреднизолон 1 мг на килограмм и цифазолин 22 мг на килограмм перед операцией. Цель назначения метилпреднизолона авторы не указывают, поэтому дискутировать по этому поводу мы не станем. Седация ацепромазин 5 мкг на килограмм внутримышечно. Индукция пропофол до клинического эффекта. Интубация поддержания севуфлюраном при концентрации кислорода 70% и сохраненное спонтанное дыхание. Инфузионная поддержка рингерлоктат 3 мл в час. Мониторинг стандартный ЭКГ неинвазивное артериальное давление СПО2 ЭТЦО2 концентрация севуфлюрана на выдохе температура и спирометрия. Для того, чтобы выполнить региональную анестезию, пациент помещался на правый бок, операционное поле антисептически подготавливалось, выбривалось, обработалось антисептическим раствором и дальше под УЗИ-контролем обнаруживалась точка инъекции, точка вкола и распространение анестетика. Проще, чем описать это словами, показать картинку, которую авторы публикуют в своем исследовании. Датчик располагался крайне укаудально под вторым шейным позвонком, между вторым шейным позвонком и еремной веной. И одним из ключевых ориентиров, которые необходимо найти при этой методике с помощью УЗИ-датчика, это плечопоперечная мышца, которая проходит у нас, как показано на картинке. Дальше, под УЗИ-контролем визуализировались С2 и С3, нервы С2 и С3, которые выглядели как эллипсоидная структура с анахогенным центром. Далее, визуализировалась игла и вводился раствор бупевокаина 0,5% 0,14 мл на килограмм. Проведение инфильтрации по линии разреза бупевокаина 0,5% 0,1 мл на килограмм. И скрины, которые приводят нам авторы исследования, мы видим на изображении плечи-поперечную мышцу, о которой мы с вами говорили, видим иглу и видим как раз ту самую эллипсоидную структуру с анахогенным центром, про которую пишут авторы. Эта структура указана двумя стрелочками. И видим иглу, которую мы должны каждый раз видеть, когда проводим региональную анестезию под контролем УЗИ. Далее, после того, как все ориентиры визуализированы, после того, как мы видим иглу, мы вводим раствор и видим, как он распространяется в межфассальном пространстве. Тоже на люстрации С указано белыми стрелками. При разрезе кожи отмечалось повышение ЧСС и частоты дыхательных движений. Однако, это повышение составило менее 15% от начальных значений и вмешательства не потребовалось. Время анестезии составило 85 минут, а время хирургической части 56 минут. То есть, около 20 минут ушло на подготовку пациента и на проведение блока. Экстубация через 5 минут после отключения севуфлюрана. Послеоперационная анальгезия включала в себя первые сутки парацетамол 10 мг на килограмм каждые 12 часов, а затем мелоксидил 0,1 мг на килограмм каждые 24 часа. Суммарно, он был назначен на 5 дней. Важно, и это отмечают авторы публикации, что мелоксидил начинал спустя сутки от введения метилпреднизолона. Мы помним, что сочетать НПВС и СПВС это не самая хорошая идея. Оценка боли по шкале боли Глазга. Медиана в первые 24 часа составляла 2 балла из 18. То есть, здесь какой-то боли особо выраженной у пациента не было. Выпускы через трое суток и в течение трех недель осложнений не отмечалось. Через 3 недели владельцы пришли на повторный прием с собакой и каких-то жалоб, каких-то изменений в поведении отмечено не было. В обсуждении авторы исследования акцентируют внимание вот на чем. Что инфильтрация и узиконтролируемый блок вентральных ветвей корешков С2-С3 обеспечил достаточный уровень анальгезии при проведении этой процедуры у данного пациента. Но что еще важно, что помимо самого блока С2-С3 была также выполнена инфильтрация разреза кожи. Это было сделано для того, чтобы перекрыть дерматомы с иннервацией, которая находится на уровне С3-С4. Незначительный рост ЧСС и частоты дыхательных движений в начале операции мог быть связан с низким временем ожидания начала действия бупивокаина. Бупивокаин начинает действовать через 20 минут от момента введения. Здесь время было меньше, поэтому авторы воспринимают потенциальную причину повышения ЧСС и ЧДД в начале операции именно связаны с этим. Иннервация гортани обеспечивается краниальным и возвратным гортанным нервам, которые не участвовали в блоке. Однако при манипуляциях с перстнеглодочной мышцей и перстнечерпловидным соединением признаков нацептивного ответа не было. Объяснения этому авторы не приводят и даже каких-то гипотез не выдвигают, просто констатируют это как факт. Вероятно, это полезный блок у собак с латерализацией черпаловидного хряща. Не знаю, как вы, но я, пожалуй, попробую при первой возможности. Как только у меня будет пациент с латерализацией черпаловидного хряща, я воспользуюсь этим блоком. На мой взгляд, он очень простой и, судя по пока, к сожалению, одному упоминанию, должен быть эффективен. На этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Увидимся через неделю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры